Российские банки больше не смогут навязывать страховки к кредитам. Минфин разработал поправки к закону о потребительском займе. Существует несколько схем заставить заемщика приобрести не только страховку, но и дополнительные услуги. И не всегда они бывают действительно нужны. Сейчас на связи со студией моя коллега Слана Зорина. Свет, здравствуй. Уже известно, какое наказание могут понести банки за нарушение закона. Да, здравствуй. Наказывать планируют строго. Это банки, которые навяжут страховку, компенсируют заемщику убытки в двойном размере. Например, если человеку продали полис стоимостью 100 тысяч рублей, то вернут все 200. Потребитель должен обратиться в Центробанк или суд. Не секрет, что тема эта очень актуальна, ведь практически каждому, кто пришел за кредитом, менеджер банка рекомендует оформить страховку. И в большинстве случаев от такого предложения просто невозможно отказаться. Пришла в банк и сумма нужна была срочной, поэтому готова была на любые условия банка. И менеджеры, они же психологи своего рода, они поняли это и сразу же говорят, что нужна страховка. Страховка жизни, что это необходимо. Я задаю вопрос, почему, может быть я не хочу. И мне прямо сказал менеджер, что в любом случае, если я отказываюсь сейчас от страховки, то процент уже будет выше значительно. И намекнули, что вероятно могут отказать вообще, ну не одобрят кредит. Подчеркну, что и сейчас страхование исключительно добровольное. И по закону о защите прав потребителей банк не может не выдать кредит из-за отсутствия страховки. Но в то же время не обязан объяснять причину отказа. На условиях анонимности бывшая сотрудница одного из банков согласилась рассказать, почему менеджеры бывают так настойчивы. На каждого сотрудника, кто работает в банке, стоит определенный план. И план этот нужно выполнить не только по количеству, но еще и со страховками. То есть, чем больше у тебя страховок ты оформишь, тем больше у тебя идет заработная плата. Сотрудник сам решает. То есть, либо он выдает кредит без страховки, но тогда получает нагоняя от начальства. То есть, почему ты так сделал. И ты вплоть до того, что пишешь объяснительно. Либо ты начинаешь уговаривать клиента и уговариваешь, что у вас процентная ставка понижается. Существует несколько стандартных схем навязывания. Это уже упомянутый отказ в выдаче кредита, повышение процентной ставки, когда иногда действительно выгоднее взять страховку. Либо одна из схем – это при оформлении документов вам ничего не выдают на руки. Ни самого полиса, ни квитанции об оплате говорят, что будут готовы позже. Есть риск, что от страховки человек не успеет отказаться. Сейчас расторжение договора о страховании возможно в течение 14 дней. Это так называемый период охлаждения. Необходимо обратиться в страховую компанию и написать заявление. Некоторые фирмы требуют отправить документы почтой. И страховщик в течение 10 дней обязан вернуть деньги. А еще потребитель может обратиться в Роспотребнадзор. В Тюменской области около 30% жалоб, поступающих на банки, связано именно с навязыванием страховок. Однако доказать это практически невозможно. Потому что запросив у него документы, допустим, заявление на получение кредита у потребителя, либо еще какое-то заявление анкету, либо что-то еще, мы видим, что там стоит подпись о том, что он согласен на заключение договора о страховании. А по тексту кредитного договора не следует, что обязательно условно для получения кредита является заключение договора о страховании. То есть мы, исходя из документов, такой вывод не можем сделать. Да, может быть где-то видеозапись. Но, во-первых, это нужно получить видеозапись. Во-вторых, есть ли она со звуком или нет. Диктофон, понимаете, где это была запись, с кем она сговаривала. То есть я же могу дома включить диктофон и смоделировать такую ситуацию. Между тем, если страховой полис есть, а кредит выплачен досрочно, можно потребовать верную часть суммы. Однако надо внимательно читать оба договора. Прописано ли в условиях, что страховка напрямую зависит от займа, а не просто у них одинаковый срок. Это же касается и повышения процентной ставки при расторжении страховки. Что касается новых поправок к закону, они, конечно, хороши. И даже Центробанк к ним относится положительно. Вопрос только в том, как это будет работать. Возможно, будет какой-то алгоритм действий сотрудников банка, как должен предлагать сотрудник свою услугу. И, соответственно, выбор ответа. То есть предложили страховку, не предложили. Каким образом там предложили? Скорее всего, вот так. Потому что сейчас сказать, как это будет работать на практике, практически невозможно. В то же время специалисты отмечают, что страховые случаи наступают достаточно часто. В основном они связаны с серьезными заболеваниями, например, онкологией. То есть страховка – вещь все-таки полезная. Но все же принимать окончательное решение, стелить соломку или нет, должен сам потребитель. Коллеги? Ну что ж, спасибо. Это была Светлана Зорина. Мы говорили о том, что банки больше не смогут навязывать страховки кредитом. И о поправках, которые разработал Минфин.